Китай сжигает все больше угля, в нарушении климатических соглашений. Дмитрий Добров. Инна СМИ, Россия. 5 декабря 2019 года. В то время как проблема мировой климатической безопасности обретает все большую остроту, КНР наращивает невиданными темпами производство грязной энергии на основе сжигания угля, нарушая этим ранее взятые обязательства в этой области. Кроме того, по данным Международного Института Энергетической Экономики, Институте Фориэнерго Чономич Санкт-Финанчал Аналисис, ИЭФА, Китай стал одним из крупнейших спонсоров угольной энергетики за рубежом и финансирует проекты общей мощностью 399 ГВт в Бангладеш, Вьетнаме, Южной Африке, Пакистане и Индонезии, а всего, в 27 развивающихся странах. Для сравнения, мощность работающих в Германии 150 угольных электростанций составляет 45 ГВт. Китай уже давно является крупнейшим в мире производителем и потребителем угля, а также лидером по потреблению электричества, полученного в результате его сжигания. Общая мощность угольной генерации в КНР составляет 1000 ГВт. Грязная угольная энергия наносит колоссальный ущерб окружающей среде Китая. Многие города, включая Пекин, постоянно окутаны смогом. По оценке международных наблюдателей, для выполнения парижских соглашений по климату Китай должен закрыть более 40% угольных электростанций. При этом нежелание китайского руководства отказываться от угольной генерации понятно, потребности страны в электроэнергии огромны, и без нее невозможно будет выполнить амбициозные задачи следующей пятилетки, 2021-2025 годы. В то время как в ряде стран Запада наблюдается тенденция по выходу из угля, а Газбанки и международные кредитные организации прекращают финансирование угольных проектов. Электрогенерация на основе угля в КНР выросла за последние полтора года на 42,0 ГВт. И все же международные экологические организации отмечают как положительный факт то, что Китай одновременно инвестирует громадные деньги в возобновляемые источники энергии. Так, в 2017 году во всем мире было вложено около 200 миллиардов долларов в новые солнечные батареи, ветровые гидроэлектростанции, в биоэнергетику, из которых 45% пришлось на Китай. От государства впечатление, что Пекин принял соломоново решение, увеличивать одновременно как грязную угольную, так и экологически чистую генерацию. Так, за последнее время китайские газбанки выделили свыше 35 миллиардов долларов на развитие угольной энергетики и 44 миллиарда на финансирование проектов по снижению СА-2, в том числе солнечных батарей и ветряков. В свое время Китай обещал мировому сообществу энергетическую революцию и переход на чистые виды энергии. Действительно, доля угольной генерации в энергетическом балансе страны снизилась с 68% в 2012 году до 59% в 2018 и должна дойти до 55,3% в 2020. Однако в абсолютных объемах угольная генерация продолжает расти, учитывая гигантские энергетические потребности Китая. Только в этом году китайское правительство одобрило разработку 40 новых угольных месторождений. Международное агентство Global Energy Monitor, Global Energy Monitor, отмечает, что в вопросе использования угля разрыв между Китаем и другими странами становится все шире, принятый руководством Китая курс на развитие угольной генерации может сделать невыполнимым Парижское соглашение по климату. Пекин упорно осуществляет программу, в результате которой будет создано больше новых угольных электростанций, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. В целом, массивные инвестиции КНР в угольную промышленность привели к тому, что на Китай уже приходится половина создаваемой угольной генерации нового поколения. Строящиеся угольные электростанции Китая имеют мощность в 147 гигаватах, больше, чем у всех угольных ТЭЦ в Евросоюзе и на 50% больше, чем планируемая угольная генерация в остальном мире. Необходимо отметить, что этой политике придерживаются далеко не все западные страны. Так, президент США Дональд Трамп отменил ограничения на добычу угля и снял запреты на разработку угольных месторождений на федеральных землях. Трамп открыто заявил, что уголь должен вернуть себе былое величие. Это объясняется тем фактом, что в США на уголь приходится около трети всей производимой электроэнергии. Еще более откровенную позицию заняла Польша, где доля угля в топливном балансе превышает 56%. Не готовы отказаться от угля и другие страны Восточной Европы, где этот вид грязного топлива занимает ведущее место в энергобалансе. Для развивающихся стран этот вопрос вообще не стоит. Их потребности в электроэнергию слишком велики, поэтому говорить о выполнении климатических целей, заявленных в Парижском соглашении, пока преждевременно. Очевидно, что ставка на уголь в качестве источника энергии сохраняется практически повсюду в современном мире. В последние десятилетия на угольной электростанции приходилось свыше 40% электроэнергии. Это самая большая доля в сравнении с другими видами генерации. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.